Ощущение свободы. Ты ни в чем не ограничен и можешь плавать, как говорится, как рыба в воде. Погружаясь под воду, попадаешь в сказку, рассказывают начинающие дайверы. Ограниченные возможности не помеха для того, чтобы овладеть аквалангом, маской и другим подводным снаряжением. Главное – внимательно слушать инструктора и выполнять все команды. Одесские дайверы-волонтеры погрузили на глубины Черного моря не одну сотню пловцов. Сегодня у нас люди, которые в основном первый раз погружаются, естественно, это все в лайт-режиме, который нам надо комфортно завести человека, чтобы он получил удовольствие максимально. Поэтому глубины здесь, естественно, небольшие. У нас сейчас надо самоощущение глубины – это 3 метра или 30 метров. В принципе, нет разницы. Главное – комфорт, соединение с подводным миром, потому что здесь рыбки. Главное, чтобы нам тут всегда благоприятствовали погодные условия. В этот раз помогали одесситам и гостям нашего города. Опытные аквалангисты с итальянского эсминца. Они без проблем нашли общий язык с участниками погружений. Татьяна раньше профессионально занималась теннисом. После аварии ампутации ноги не опустила руки и открывает для себя новые хобби. Профессионально занималась спортом. С детства играла в теннис. После драмы, после того, как приехала в Анташевка, конечно, возможности играть в теннис не было. Нещодавно я делала протест, ну как нещодавно, 8 месяцев. И сейчас начинаю восстановить свои физические данные, физические возможности. Дмитрий Богомолов, Юрий Шинкаренко, телеканал Репортер. Продолжение следует...